Здравствуйте, уважаемые коллеги, дорогие друзья, мы находимся с вами в желтой студии. Тема нашего разговора сегодня с Олегом Борисовичем, который мы не договорили в прошлый раз, это пищевод Баррата. Мы тогда коснулись вопросов диагностики, можете посмотреть в предыдущих подкастах именно эндоскопической точки зрения, обсудили всякие нюансы, связанные с красителями. Хочу еще раз напомнить Олегу Борисовичу Ткаченко, это заведующий эндоскопическим отделением НМИЦ онкологии имени Николая Николаевича Петрова. Выучил, молодец. Я в прошлый раз выучил очень хорошо. И сейчас мы с вами поговорим, наверное, коснемся вопросов лечения, то есть то, что мы начали в предыдущем выпуске и, наверное, продолжим дальше. Ну, напомню, мы остановились на том, что разговаривали о хирургической тактике, когда мы не видим дисплазию в эпители, то есть мы имеем в виду рак, то есть когда мы исключаем рак, дальше отправляем к хирургам, да, и решаем вопрос, что... Нет, хирургам мы не отправляем. Я не отправляю к хирургам. Ну, то есть, да, посыл понятиям. То есть сначала пусть поживет, привыкнет с этой мыслью о том, что качество жизни его устраивает такое или нет. Показания к хирургии, может быть, хирурги с вами не соглашатся, три для меня лично. Первое. Внепищеводное осложнение, всякие пневмонии, бронхиты и так далее. Да, это серьёзная история. Надо, безусловно, хирургическая коррекция требуется. Второе. Неэффективность терапии. Хотя... Когда ты видел последний раз неэффективность терапии? Наверное, бывает, но это такая козористическая история. Нет, бывает. Это очень редкие пациенты. Во-первых, начнём с того, что пациентов с Барреттом часто видишь. Я да. Ну, это присылают тех, которые... Ну, конечно, они концентрируются. А в культине на самом деле не так часто. Наверное, если просто вот на потоке стоять, наверное, ну, не каждый день, конечно. Хотя это не редкость, но и не такая уж безумная, что постоянно приходят. Нет, настоящий Барретт, как мы в прошлый раз говорили, вот эти от сантиметра и более, когда чётко границы определил, нет, ну, у нас, не знаю, еженедельно, наверное, там есть пациент, но не более. Ну, один там, да, где-то раз в неделю, раз в две недели раскакивают такие вот люди, которые... Вот мы не договорились. Второе – это всё-таки неэффективность терапии, какое редко встречается на сегодняшний день при всём выборе препаратов. И третье, оставшееся – это желание пациента. Поэтому, я говорю, я не отправляю, я их всё-таки предпочитаю. Я им объясняю то, что поживите, походите, подумайте, понаблюдайтесь, свыкнитесь с этой мыслью. Если вы уже после, спустя какое-то время, не неделю только, конечно, а речь о, там, год, не знаю, если, ну, безусловно, нужно находиться на лечении, контроле каком-то. Если в этой ситуации у него всё по медицинской части стабильно, у него нет каких-то там осложнений, но пациент говорит, нет, мне не устраивает качество жизни, ну, зада, почему нет, конечно, можно оперироваться. Вот такой вопрос, ну, всё-таки крупное онкологическое учреждение, соответственно, ну, пациенты с пищеводом Барретом концентрируются, соответственно, было ли наблюдение тех, кто пришёл вот так вот с пищеводом Барретом, ну, без рака, да, ну, начал хистри, грубо говоря, да, то есть были ли наблюдения, вот, в личной практике своей, что пациент ходил-ходил, и всё-таки рак у него потом пришёл? Нет. Ну, вот, честно говоря, я тоже не помню таких случаев, обычно они бросаются в глаза, что вот ходил-ходил, и всё-таки появился рак. Нет, ну, тут есть несколько моментов, да, то есть та выжидательная тактика, когда мы постоянно их наблюдаем, вот, смотрите, здесь пациенты очень часто делятся на два типа с Барретом. Тем, которым вообще всё пофигу, и тем, которым, ну, вот, страшно становится. Те, которые пофигу, они не приходят к нам, и, скорее всего, они приходят уже с карциналой. То есть когда уже клиника появилась, какая-то там дисфагия, например, ещё что-то, они не лечатся, ну, у них нет изжоги, их качество жизни устраивают. Ну, вы их выпугаете, интересно же. Ну, вот. А вторая категория, которая начинает с ума сходить, у меня будет рак, то есть как-то редко бывают посередине люди, обычно они такие вот в крайности вваливаются. И те, наоборот, очень дотошно ходят, они выполняют рекомендации, они пьют таблетки, они наблюдаются. И поскольку мы устраняем, да, мы не устраняем желчный рефлюкс, но, тем не менее, мы устраняем кислый рефлюкс, мы им там цитопротекторы назначаем, мы смотрим, чтобы там ничего не выросло, в конце концов. И, по всей видимости, поэтому у них, наверное, не вырастает. Хотя, с другой стороны, ну, это всё-таки должна быть огромная база данных, всё-таки хоть меня молодым специалистом уже не назовёшь, но, тем не менее, я там в эндоскопии с 2005 года, да. То есть вот сколько там, 18 лет, грубо говоря, занимаясь эндоскопией. И 18 лет – это всё-таки ещё не тот срок, тем более, как бы, ну, говорит про меня, как самостоятельный эндоскопист, всё-таки там меньше, ну, пускай 15 лет, да. 15 лет – приличный срок, но всех ли там отслеживаю? Как бы не всех, конечно, кто-то уходит, я меняю места работы, там пациенты отваливаются, теряются контакты. Поэтому достоверно сказать невозможно. Но случаев, когда я бы проследил, что вот он приходил, не было ничего, а потом у него рак, таких нет, не было. Ну, вот, да, я тоже не помню на памяти, поэтому так сразу и валился. Хорошо, мы поговорили там, где нет у нас рака с пациентами, мы общались там, где у нас есть рак, а есть, остаётся некое такое звено пациентов, которые там видят неоплазию низкой степени. Или ещё иногда пишут умеренной степени, вот как к ним относиться? Ну, умеренной нет, но иногда пишут дисплазию умеренной степени. Я тоже могу там такого понаписать, закачайтесь. Здесь просто когда морфолог говорит типа умеренной, на мой взгляд, это съезжание соответственности, потому что тактика у низкой дисплазии, у высокой разная. Я сейчас могу немножко приврать по поводу рекомендаций, по поводу тяжёлой дисплазии, ну, хайгрейт дисплазии. Но просто какие основные постулаты? Без дисплазии и дисплазии низкой степени, на мой взгляд, самая интересная группа пациентов, потому что тут много коварных таких вещей кроется. Вот сейчас мы о них поговорим. Дисплазия в высокой степени достаточно простая штука, потому что если мы получили дисплазию в высокой степени, особенно если мы видим какие-то макроскопические изменения, будьте уверены, с большей доверенностью там придёт карцинома. По статистике это около 20%. После иссечения приходит уже рак в такой ситуации. Поэтому подход к тяжёлой дисплазии, как к раку, это должно быть иссечение. Я почему-то займался про гайдлайн, я сейчас не помню, как там написано. По-моему, абляция там стоит, что возможно выполнение, если я правильно помню. То есть тяжёлая дисплазия. Да, что возможно выполнение. Но я с этим не согласен, потому что макроскопические мини-тяжёлые дисплазии, по сути, это рак. И выжигать рак – это последнее, что можно в своей жизни сделать, потому что, естественно, это путь к рецидиву и к прогрессии заболевания и лечению уже в худших условиях, в более прогрессивной стадии. Поэтому это делать нельзя, это надо иссякать. Вот тут работы в онкологии нет, никаких абляций, только иссечение должно быть. Пускай это будет расширенная биопсия, неважно, как вы это назовёте, но это должно быть нормальный хороший гистологический материал, мы должны исключить карцином. Поэтому здесь как бы всё понятно, точка, и нечего здесь сильно обсуждать. Хотя есть что обсуждать. Если вы взяли вот этот протокол, и у вас там пришла мультифокальная гайдландисплазия, и вы ничего не видите, вот тут да, тут вопрос интересный. У меня не было таких пациентов, но в теории это возможная история. Могут быть, да. И я бы тогда сказал, что задал бы вопрос, вы это делали на воспаление или нет, раз. Второй момент, я бы попросил бы, ну, мы и так должны, но тут бы я уже на ручном контроле второго морфолога посмотреть. Потому что, ещё говорю, работая в онкологии регулярно, имея таких пациентов, мультифокальный хайдландисплазии, ну, практически я не вижу. Не то, что практически, я могу не... Может быть, память подводит уже, но не помню таких пациентов, чтобы было мультифокальное, без макроскопических изменений. Поэтому это сомнительная история, я бы её припроверял по-всякому. Ну, вот, ну, хорошо, ну, предположим, есть такая история, предположим. Если я бы тогда повторял ещё раз идеальную, условно говоря, гастроскопию диагностическую, в плане максимальные там условия соблюдены, лучшее аппаратное отделение, лучшее глазанное отделение, там, видеозапись, повторные биопсии, и посмотреть, что там придёт. Если что-то такое подобное приходит повторно, опять там в разных участках, ну, и при этом глазом не видите ничего, ну, может быть, действительно и подумать про абляцию этой зоны, потому что, ну, предположим, у нас 5 сантиметров циркулярный сегмент, сделать резекцию такого сегмента можно, и даже не то, что будет дико сложно. Но это потом какая рубцовая структура будет махровая. и сама операция, ну, такая кровавенькая будет, не самая приятная, и будет иметь осложнение, которое, да, мы скорригируем, но она может иметь некие долгоиграющие последствия, особенно в случае, если потом фундупликация какая-то будет там планироваться. Вот, поэтому здесь бы я задумался, что делать. Следующий вопрос про фундупликации есть. Хорошо, ну, давай сразу про фундупликации. Нет, давай, давай, низкую степень, сейчас закончим. Да, значит, с дисплазией низкой степени, это, наверное, самый дискутабельный вопрос. Вообще, я бы сейчас обсуждал именно без дисплазии, с дисплазией низкой степени, эти две вещи. Смотрите, берем статистику, которую нам наши бывшие партнеры дают в своих руководствах. Если человек без дисплазии, у него может быть с вероятностью 0,2% в год развитие карцинома. Если у пациента с дисплазией низкой степени, у него написано 0,2-0,4. Ну, намного отличается, в принципе. Как бы вроде в два раза, но только там все равно 0,2 стоит, смотря какое исследование. А некоторые говорят 0,1, а некоторые без дисплазии 0,4 пишут. И вот цифры, они примерно одинаковые, примерно одинаковые. Они не сильно разнятся. И разнятся неубедительно, прямо скажем. Хотя вроде как дисплазия низкой степени это уже такой шажок в сторону карцинома. Но общеизвестный факт о том, что дисплазия низкой степени 75% случаев – это гипердиагностика. Специалистов, которые могли бы на глазок определить истинную дисплазию низкой степени от реактивной на воспаление – единицы. Ну, по крайней мере, я здесь, я же не морфолог, я сейчас так вот, может быть, их обидел, но я цитирую Майкла Витта, который является таким опинин-лидером в Европе по морфологической диагностике пищевода Барретта. И он говорит, что таких классных, как он, очень мало в Европе. Я думаю, что и в России ситуация кардинально не меняется. Это очень сложное. Поэтому вот когда вы получаете дисплазию низкой степени, дальше стоит вопрос на бытовом уровне. А кто это сказал? Ну, написано там, Иванов Иван Иванович. А он кто такой, чтобы мне утверждать? Я сейчас так с наездом, но докажите мне, что дисплазия низкой степени. Какие у вас на это аргументы? Ну, они могут сказать там про ядрышки, там еще что-то. Но, опять же, мы же видим, что эти дисплазии ни во что не вырастают. Они реально не имеют какого-то дальнейшего хода в канцерогенезе. И работы об этом, собственно говоря, те работы, где наблюдали, показывают, что очень небольшой процент прогрессирования, это на самом деле. Он есть. Но разница в те, которые поставили не эксперты, там прогрессия, я, естественно, навру, но она какая-то очень небольшая. Там что-то менее процента, по-моему. А те, кто эксперты поставили, там 7% прогрессии до следующей. То есть там разница такая, скачок огромный. Это одно в этой семье, да. И ваш морфолог точно эксперт в этом? Я к своим морфологам с большим уважением отношусь. Они у нас там именно онкоморфологи, они его смотрят. Но, тем не менее, даже здесь они сами говорят, мы не уверены. А что сделает морфолог, когда он не уверен? Гипердиагностика. Конечно, начинается гипердиагностика. Ну вот, лучше подстраховаться. Как и вы, там, сомневаетесь, возьмете биопсию или напишешь, что им что-то не нравится, язву что-то там. Гипердиагностика начинается. Поэтому в основном это все не истинная дисплазия низкой степени. Но, гэдлайны говорят, дисплазия низкой степени, она уже может приводить к тяжелой дисплазии, ну и к карциноме, соответственно. Ее надо аблировать. А без дисплазии не надо аблировать. Но проценты статистически у них примерно одинаковые переходы в шажок. Дисплазия низкой степени. Гипердиагностика. И у меня возникает вопрос. А разница-то какая глобально, вот в реальной практике? Как мы можем четко доказать, что это действительно дисплазия низкой степени? Внятных критериев нет. Нужен эксперт-морфолог. Ну, хорошо. Я себе, вот мы там себе звездочку сейчас желтую на грудь нацепим, что мы эксперты, да? Как это проверить? Как доказать? Это же настолько вот все субъективно. Даже в условиях проводки препарата могут крыться ошибки и симулировать в себе дисплазию. Поэтому я здесь считаю, что дисплазия низкой степени без макроскопических изменений. Что с дисплазией, что без дисплазии? Это просто пищевод-барат. А вот если у нас есть макроскопические изменения, вы видите покраснение участка, депрессия. Локальный какой-то участок с границами определенными. Да, вы его можете глазом четко определить. И у вас есть, морфолог пишет, какую-то там дисплазию. Не очень внятную. В этой ситуации, на мой взгляд, логично, опять-таки, сделать резекцию слизистой, диссекцию, ну, короче, истечение. Истечение именно, да? Истечение слизистой. То есть, арабляция. Ну, здесь мы уже говорим о том, что здесь, возможно, как раз-таки недооценка этого участка. То есть, есть макроскопические изменения. И все макроскопические локальные изменения, я считаю, что нужно их иссякать, потому что там бывают неприятные сюрпризы. И, ну, чаще всего они все-таки не очень большие, поэтому как бы от условной там резекции или маленькой диссекции, кто чем владеет, ну, уже риска, да, немного. Уж лучше здесь перестраховаться. Вот как раз-таки перестраховаться – это тоже гипердействие зачастую, да, может быть, диагностика с низкими рисками, хотя они есть, оперативные риски никуда не деваются. Но, тем не менее, это лучше, чем пропустить карциному, да, и дальше либо там наблюдать, а еще хуже, если мы его облируем. Ладно, наблюдать будем. А вот если мы сожжем, это, на мой взгляд, совсем катастрофично. Ну, тогда не получим просто конечного результата и прогноза дальнейшего. И, соответственно, дальше, исходя из моей логики, не гайдлайна, встает вопрос из того, что я говорю, а что нам облировать? Если дисплазийнической степени я в нее не верю, то есть мы должны либо без дисплазии к этой группе причислить, либо эти сюда, роль абляции становится не очень понятной. Но, опять-таки, для меня все стало понятно, как бы вот в жизненном некотором цикле. Смотрите, опять-таки, риски развития карциномы у этих групп примерно одинаковы по статистике. Можно сказать, мизерное. Да, с точки зрения государства, вложения денег, я согласен, что нет смысла лечить этих пациентов. Это бессмысленная трата денег в глобальном масштабе. Но когда ко мне приходит конкретный пациент, дело не до этих глобальных масштабов, он начитал с интернета, он спать не может, есть не может. Ну, да, психологические такие установки. И в этой ситуации он хочет как-то решить проблему. И рассказать ему вот это, показать гайдлайны, они не работают. Ему все равно. Он говорит, 0,2. 0,2 процента у меня может быть рака. Для него это... Удалить я жить с этим не могу. Огромно, да. И здесь, в этой ситуации, я как раз-таки очень позитивно смотрю со своей стороны на абляцию, в отличие от хирургической операции. Но не потому, что я молодец там или... Потому что у абляции, ну, какое осложнение есть? Реально, у абляции есть осложнение только одной, это структура. И то мы знаем, когда это возникнет структура, то есть когда уже длинный пищевод бар, это циркулярный. Если мы выжигаем за один раз. Та методика, которую мы применяем у себя, ну, это не нами придумано, опять-таки, это гибридная там абляция с подколкой, это разбивка на этапы, она приводит к тому, что нет структур. Если мы там, ну, я не занимаюсь радиочастотной абляцией, но кто занимается радиочастотной абляцией, опять-таки, преимущественное, что там, по сути, нет рубцов. Поэтому это такая проблема. Ну, и вопрос вот тоже к ним. Ну, может быть, есть какие-то данные определенно связанные с непохороненных бар? А вот там же, получается, не сжигается, собственно, мышечная пластинка, да? За счет чего? Ну, почему вы? Нет, почему вы? Сожгли мы пластинку или не сожгли? Это как вы захотите настроитесь. Хотя проконтролировать вы этого не можете, естественно. Я думаю, что она где-то сжигается, где-то не сжигается. Так гетерогенно получается. Скорее всего так. Но, ну, хорошо. Вот захороненный баррад, который у нас кошмарили, я помню, когда мы там занимались. Долгое время, да, вначале. Но, опять же, если мы захоронили рак, это катастрофа. Что будет? Будет под слизистым слоем расти рак, который прорвется через новые петели, через плоскоклеточные, тогда, когда он уже и в мышцу там прорастет точно. То есть мы уже из раннего рака получаем уже минимум Т2, а то и больше. И вполне возможно, уже и метастазы появятся. Поэтому захоранивать рак, ну, это, почему я говорю, диагностика здесь самое слабое место. Мы должны очень тщательно ее проводить, чтобы не случилось именно вот такой ситуации. А захоронить просто эпителий цилиндроклеточный, ну, и что? Ну, даже с низкой степени. Да и с низкой степени, в которую я не очень сильно верю. Дело в том, что, ну, захоронили, мы его и захоронили. Если нету на этот эпителий воздействия кислоты, желчных кислот, ну, и что с ней будет? Более того, те работы, которые находил морфологов работы, причем не доскопистов, когда смотрели, брали биопсии, они показывали, что со временем захороненный Барретт у этих людей исчезал. Тут можно докопаться до качества работы, потому что вы точно в этом месте щипнули, да, там, может быть, туда-сюда, выщипывали, может быть, черт его знает, но, по крайней мере, они вывод делают о том, что со временем захороненный Барретт потихонечку исчезает у этих пациентов, что у них нету выхода желез наружу, и просто эти петели за ненадобностью как бы утрачиваются. Да. Не так давно у меня была пауза с этими Барреттами в выступлениях, потом что-то стал смотреть, и тоже про захороненный Барретт решил так немножко обновить информацию. Другой подход заинтересовал. Не одна статья, а много таких статей, оказывается, о том, что до лечения, до лечения, то есть когда первичный пациент берут, у них в 40% случаев есть уже захороненный Барретт. Ну, известный же факт, что слизистая пищу растет быстрее. То это больше, наверное, к вопросу гастроэнтерологов, которые начинают лечить усиленные ингибиторами протонной помпы. И у них, кстати, вот здесь я точно наблюдал, есть несколько пациентов, когда на фоне обычной ингибиторами протонной помпы терапии эпители не ползают. Вот здесь, опять же, мы там со свечкой не стояли, но речь о том, что у первичного пациента уже есть захороненный Барретт, потому что у него возникает эрозия. Возможно, он пьет ингибитор в этот момент сам, возможно, он назначает, а может быть, само проходит. Просто распавление зарастает. И вот это качели туда-сюда не происходят естественным образом, и где-то он захоранивается. И как раз-таки там, по-моему, вот этот, если не ошибаюсь, наш друг китаец Джо, он как раз помнит и его работа о том, что пока что, цифры могу немножко наврать, 40% до, а после абляции, именно аргоногибридной абляции, я не помню, сколько оставалось, но там пускай 5%, ну то есть кратно уменьшалось. И абляция на самом деле уменьшает вероятность захороненного Барретта, а не увеличивает, как это говорили раньше. Просто другое дело от церкви. Поэтому здесь, понимаете, вопрос, какая точка зрения, под каким углом изначально это посмотреть. Опять же, повторю предыдущую мысль, что захоронить обычные петели, это не вижу в этом никакой проблемы. Поэтому, на мой взгляд, тема захороненного Барретта, она надуманная. И раки не из захороненного Барретта растут, а из захороненного рака. То есть вот где откроется ошибка? Если мы рак захоронили, конечно, он прорвется, и будет все не очень хорошо. Вот, поэтому я как раз-таки здесь настроен на абляцию очень позитивно, потому что это реально решает очень много вопросов. Давайте так, у нас нет доказательной базы о том, что абляция снижает риск рака. Вот, ну, по крайней мере, в гайдлайнах написано. Я такую работу не проводил и не могу, это такая же огромная популяционная работа. Но они пишут, что это не приводит к снижению риска рака пищевода. Другое дело, что если мы убрали субстрат, логично, что мы снизим процент. Ну, логично. И пациентам это логично. И они хотят, у меня вчера был пациент, говорит, знаете, если вы найдете ультракороткий Барретт, 0,2, вы мне его сожгите, пожалуйста. Все равно сожгите. Говорит, я даже 0,2 не хочу, я хочу вот как родился и таким же вот завтра проснуться. Пациенты после этого успокаиваются. Они, нет проблемы, а дальше они готовы ходить, там есть таблетки, наблюдаться. Реально у них тревожность пропадает. Тебе их наблюдать проще. То есть, в чем здесь проблема? Глобально, стратегически, я считаю, что если пациент тревожный, если пациент хочет, если у него есть пациент с дисплазией низкой степени, без дисплазии, и есть настоящий Барретт, ну, хорошо, возьми, сожги его. Дальше, как бы, проблема, по сути, решается сама собой. Дальше он становится пациентом без Барретта. Хорошо. Следующий вопрос. Вот относительно диагностики вот этих мосиков-качелей. Если пациента, ну, с Барреттом, и тогда уже диагностикой заниматься после лечения, нет? Либо на фоне воспаления. Ну, первичный пациент с Барреттом, то есть диагностика первичная должна быть после лечения. По-хорошему, да, конечно. Ну, то есть, фактически не надо сразу бросаться со щипцами и пытаться укусывать весь этот Барретт, просто отправить его на какое-то время полечиться. Ну, то есть, как устаканить вот этот вопрос? По логике не надо, но мы же прекрасно понимаем, что еще давлеет некая юридическая сторона дела, а как же ты нашел, он не взял биопсию. Да и пациенты иногда тоже начинают агрессивничать. Ну, в юридической стороне здесь все можно объяснить. И гастроэнтерологи, как же это, вот этот термин пустая гастроскопия меня от него колбасит. Сами пустые гастроэнтерологи говорят. Но просто типа, раз уж выезли, там, набирайте биопсию отовсюду. Я к этому негативно отношусь. Ну, мы же как раз-таки обсуждали, что вот это приводит к диагностике, гипердиагностике с той же самой иноплазией низкой, там, умеренной еще какой-то там степенью, которая неадекватна. То есть, поэтому, ну, ради родилась такая идея, не проще ли сначала прилечить этого пациента терапевтически, а потом в плавном порядке взять, потому что рак-то у него не возникнет прям всю секунду. По-хорошему так и должно быть, потому что вот это ненужные дисплазии, которые, это порождает еще большую канцерофобию. С одной стороны, казалось бы, там, вот возьми и сожги, там, да, все равно. Но, еще раз, самое главное, самое главное, не пропустить к рационому. А воспаление позволяет тебе сделать ошибку. Я почти всегда, когда пациенты первично приходят, с ними разговариваешь, вот все, я там расклады даю, они мне показывают картинки, протоколы чужие. И говорю, ну, я вот, мой подход такой. В основном, подавляющее большинство пациентов эту точку зрения на ура принимает, им она комфортна и понятна. И, говорит, да, давайте, давайте, выжигаем, выжигаем его. Я говорю, если меня хоть что-то смутит, я беру биопсию и останавливаюсь. Я объясняю, вот, собственно, главное, что там, случайно не сжечь что-нибудь там плохое. Более того, говорю, если второй раз я вас беру, и меня опять хоть что-то смущает, я опять возьму биопсию и ничего не буду делать. Будем ждать. Вот, да, здесь лучше, вот, семь раз отмерь, один раз отрежь. И если я, вот, недавно был мужчина, когда есть макроскопическое изменение. Не рак, наверное, но вот что-то мне не нравится. Вот какие-то, вот, как будто демаркационная линия какая-то намечается, хотя микрососудистый рисунок вроде нормальный. Рельеф, ну, там на барате иногда не поймешь, он такой гетерогенный. Но есть макроскопическое изменение. Я ему сразу участок этот весь отрезал вместо биопсии. Ну, у нас есть на то возможности, там, организационные. По сути, это и есть биопсия, просто такая расширенная биопсия, да, вся эта зона. Потому что здесь принципиально вот это вот, что это будет. И дальше у него пришла дисплазия низкой степени. Ну, слава богу, там ни на что это не влияет. По сути, мы ему сделали язву. Дальше мы лечим ему язву. Когда он заживет с язвой, придет, мы посмотрим. Если нам ничего не будет смущать, тогда мы будем делать абляцию этому пациенту. И почти опять не добрали до основного диссекции. Можно один вопросик такой? Циркулярная диссекция. То есть, когда мы говорим о пищеводе Баррата, да, соответственно, находим даже, пусть будет этот рак, у нас есть циркулярный сегмент, мы понимаем, что даже два фокуса и так далее. Дальше этому пациенту после нашего лечения, ну, будет, наверное, показано все-таки хирургическое лечение, да. Часто ли оно потом нужно после циркулярного удаления? Мы же ждем там рубцовых изменений, стриктуры и так далее. Это заменяет вот этот желчный рефлюкс? Ну, как бы изменяет эту картину? Нет, это не заменяет. Я понимаю, в чем вопрос, потому что у нас, по сути, мы сделали стриктуру, у нас рептокс падает. Но все дело в том, что, с чем изначально пациент пришел? Есть разные понятия, да. Есть, вот Олег Юрьевич, я знаю, терпеть не может, недостаточность кардии, да. Есть грыжа фиксирована, есть грыжа скользящая. Я нормально отношусь к недостаточности кардии, потому что иногда грыжу не определяют, а при этом зияние кардиального жжома есть, и рефлюкс есть клинический. Поэтому я, как бы, можно сказать, мы недодиагностилируем грыжу, но это, ладно, отдельная история. Но просто если фиксированная кардиофундальная грыжа, а мы выше сделали стриктуру, ничего глобального в жизни человек не... Ну, рефлюкс будет тяжелее потом бужироваться, да. Либо мы его продилетировали, начинается рефлюкс. Поэтому это все равно будет бесконечный качель. А вот эти вот новые модные операции, которые почему-то как-то в серию не вышли, да, совместные... Ну, Армс, опять же, я не могу с позиции своего опыта говорить, но с позиции здравого смысла и, собственно говоря, то, что потихонечку получается... Смотрите, подзаглох Армс, да? Да, вот я тоже смотрю, пропала публикация. Логика в этом есть. Но с самого начала я на него смотрел, как очень узкая группа пациентов, кому это может быть показано. Потому что это должно быть, по сути дела, вот эта недостаточность кардии и клинические какие-то проявления с рефлюкса. Потому что грыжу мы не вылечим тем самым. Все-таки грыжа – это должна быть там кроворофея, да, там, может быть, какая-то манжетка. А то, что мы внутри суживаем вот это именно кардиальный жжом, то есть это только тогда, когда у нас сохранена вся анатомия, когда есть абдоминальный отдел пищевода, когда у нас желудок не вываливается в грудную клетку. Иначе он будет вываливаться просто с нашей структуры, ничего глобального не поменяется. Поэтому если анатомия сохранена и есть клинически значимый рефлюкс, что бывает довольно редко, тогда можно делать вот эту операцию ARMS действительно. Но таких пациентов просто очень-очень немного. А если у вас немножко зияния кардии, и у вас третий день конференции, и у вас изжога, ну, примите амепрозол, и до следующей конференции вам хватит. Потребуется. Да, и делать радио Тармс. Олег Борисович, огромнейшее спасибо. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, вы были в «Желтой студии», мы разговаривали о пищеводе Баррата. Жмите колокольчик, задавайте ваши вопросы в комментариях и подписывайтесь на нас, а мы вам будем что-нибудь интересно рассказывать. До свидания.